Подзаголовок. Раби Ниссан в горках. Раби Ниссан в тайном хасидском кружке в Минске, где он познакомился с двумя примечательными личностями из среды тогдашних хасидов. Это были Раби Мурдыхай из Дубровна и Раби Ицхак из Монастырщины. Оба были знаменитыми раввинами в своих городах. Они занимали эти посты по наследству от своих отцов. Отцом Раби Мурдыхая был Гаон Раби Хаим, а Раби Ицхока – Гаон Раби Беньямин Сигаль. Оба эти Гаона, ставшие хасидами-нистрами, странствовали из одного еврейского населенного пункта в другой и распространяли учения хасидизма, создавая всюду хасидские кружки. Эти кружки стали затем центрами, откуда хасидизм распространялся дальше. Раби Ниссан присоединился к этим двум нистрам и странствовал с ними. Странствуя таким образом, они прибыли в горки, где также внедрили хасидизм, хотя и не без труда. Раби Ниссан остался в горках, по-видимому, по настоянию обоих Гаонов-нистров, которые хотели, чтобы Раби Ниссан стал там руководителем хасидского кружка. Раби Ниссан там же и женился, на дочери одного почтенного обывателя, и через год после свадьбы у него родился сын Ицхок Шоуль. Десять лет занимался Раби Ниссан в горках хасидской деятельностью. Часто являлись туда посланцы с указаниями о путях дальнейшего развития хасидского движения. Город Горки стал важным центром хасидизма. Число адептов этого учения росло, и влияние хасидов сильно чувствовалось во всей округе. Хотя Раби Ниссан занимался учительством, он все же время от времени оставлял Горки и странствовал вместе с другими хасидами-нистрами. С течением времени руководство хасидским движением перешло от Раби Адама Баалшема к Раби Исраэлю Баалшем Тову. В дальнейшем Раби Ниссану представилась возможность самому посетить Баалшем Това. Таким образом, Раби Ниссан прошел весь путь развития хасидизма с того времени, когда это движение возглавлял малоизвестный Раби Адам Баалшем и вплоть до времени уже широко известного цадика Раби Исраэля Баалшем Това. В годы ранней юности Раби Ицхок Шоуль знал весьма мало о хасидизме. Видимо, отец не считал его достаточно зрелым для восприятия хасидского учения. Прежде всего, отец хотел наполнить его знанием Торы, а также воспитать доброе начало. Он послал его в Минск учиться и связал его там со своими старыми друзьями, по-видимому, тайными хасидами. Раби Ицхок Шоуль многому от них научился, но о самом учении хасидизма едва ли знал что-либо. Лишь только когда он вернулся в горки, отец начал знакомить его с этим учением и указал на разницу между системой Раби Адама Баалшема и концепцией Раби Исраэля Баалшем Това. В горках уже существовала хасидская группа, и хасидское учение распространялось открыто. Борух был в восторге от всего, что услышал и узнал. Все было для него ново. Сам Раби Ицхок Шоуль был для него новостью, как в восприятии им всего окружающего, так и в его отношении к людям, особенно к простым людям из народа. У Боруха была хорошая возможность наблюдать различия в отношениях к простым людям со стороны Раби Ицхока Шоуля и со стороны его обоих свояков, принадлежавших к известному типу молодых талмудистов. Раби Ицхок Шоу